Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И кто у нас в гостях? Кристина, привет! Скромняшка Крис! Хоть она и переименовала свой канал, но для нас, для всех, она остается настоящей скромняшкой. Что за это? Ты что за это? Садись. Почему я? Смотри, какая она. Раскрепощнюха. Раскрепощнюха Крис! Китыни! Скажи, всем привет! Всем привет! Еще скромняшка. У нас рядом нерождение, не просто так. Итак, мы для чего здесь все собрались? Да, у нас триумфальное примирение наконец-таки случилось. Через сколько? Год и три месяца? Дябрь, дябрь. Ого, уже декабрь сегодня. То есть, год и три месяца мы с Крисней общались, да, мы повздорили, короче, и вот, да, мы примирились, все нормально, мы вместе. И я сделала в Инстаграм пост, совместная наша фоточка, думала, как бы поинтереснее зайти, влиться снова в блогерскую жизнь, с Крис уже вместе. Вот, думала, как это сделать поинтереснее, но думаю, вот, отлично было бы ворваться вот с вопросами и ответами, ответить на все интересующие вопросы. Ну, если ты до этого зарывалась что-то? В смысле? Ты будешь ворваться в блогерскую жизнь, да? Ну, я везу вместе с тобой. Ааа. Нет, я не ворвалась. Но теперь ты, а это значит сно, куча разных прикольных видосов вместе. Итак, я сделала в Инстаграме пост, наша совместная фотка, сказала, задавайте вопросы, мы с Крисной вместе, траля-ля, и что же я вижу? Кучу-кучу комментариев, люди рады, аплодисменты, неожиданно красотки, кто-то говорит, мы знали, что вы помиритесь, и так далее. Итак, помимо ваших радостных, кто-то там даже спать не мог, у кого-то сердце ёкнуло, кто-то поверить не мог, кому-то мы накануне снились даже, представляете, вот такая связь у нас крепкая с нашими зрителями. Но, тем не менее, есть от вас вопросы, на которые мы готовы. Ты готова? Не знаю. Смотря какие вопросы. В общем, да, ответить. Ну, в процессе. У тебя, как всегда, аппетит приходит во время еды, и сейчас начнем отвечать. Не заводись только, не заводись. Сейчас я расправлю крылья. Итак, так, я когда увидела Крис, у меня аж сердце вот сильнее забилось, вот пишет Заринка. Так, давайте перейдем, спасибо, пожалуйста, к вопросам. Так, сейчас опять скажешь, что я перебиваю Крис, слово не даю сказать. Наоборот, я чувствую, что я перебиваю параллельно все. Мне кажется, у нас всегда тандем, мы никогда друг друга, не знаю, я не замечала. У нас базара некоторые, когда втроем еще, в четвером может базар, да, появиться. А как-то не знаю, мне кажется. Ну, в общем, все, ладно, я поняла тебя. Внимание, вопрос. Вопрос от Вита. Кто решил сделать первый шаг и почему так решили? Я лично обожаю за вами наблюдать, за вашей дружбой, искренние и позитивные. Так, кто отвечает? Первый шаг к расставанию. К примирению на веру. Ну, я так думаю. Мне кажется, а давай я отмечу. Давай. Голубок принес. Кристина в своем репертуаре. Знаете, кто сделал первый шаг? Кто? Любовь. И в прямом, и в переносном смысле. Так, ну, ну, я не знаю, как считать, вы считаете сами, какая ситуация была. Вот я ее вот расскажу, вот, вот, ее можно с одной стороны рассказать, рассказать с другой стороны. Мне кажется, ты очень серьезная. Я очень серьезный человек. У меня еще одна есть версия происходящего. Пришла к тебе на канал поговорить, да. Я немножко торможу, не обращайте внимания, снег выпал, у меня замело, пока добиралось это. Значит, дело было так. Я думала, а Селена почувствовала, а Любовь позвонила. Так меня еще никто не называл. Так, короче, ладно, Кристина все отшучивается, я отвечаю. Я отвечаю не в бровь, а в глаз. Позвонила я, так, чтобы мы поговорили серьезно уже, да, все решили. Но на самом деле до этого, я не знаю, кто как и расценивает, где там первый шаг, там и так далее. Но до этого, конечно, на день рождения Кристина написала мне. А, это про то. Да, она хотела поздравить Дэню, вот, но я, сучка такая, не ответила. У меня были, но то свои в голове причины. Нет, ну я так хотела просто Дэнку поздравить, а не с тобой общаться. Да, ну ты там так написала, подколола, думала. Подколола? Да, ты написала, она хотела сделать... Вот видишь, вот я поэтому 10 раз взвешиваю все, а потом еще где-то промолчу, потому что, вот видишь, ты вот свой свой, я не подколола. Ты написала, не бойся, не обмануй, или там, не мошенники, ты написала. Деньги, дай карту. Ты говоришь, дай карту, не бойся, не мошенники. Я не подколола. Я к тому, что бывает же, там дай карту, блин, мало ли у тебя может... Ну у меня твой номер записан, я вижу, это Крис, и ты говоришь, не бойся, это не мошенники. Думаю, а я подумала так. Я не подколола. А я подумала так, а я с ним... Я наоборот, видишь, через чур это получилось, что как подколка. А я подумала, ага, значит, она думает, что я думаю, что она мошенница. То есть вот так она про меня думает. Вот видишь, вот как вот каждый по-своему, мне вообще... Главное, что я написала Селеночка, это мы не увидели, да, Селеночка. Селеночка, а акцент она... Я уже и забыла, что в конце. Ну правильно, мало ли, есть номер, есть, нету номера, может там... Я же не знаю внутренние переживания. Я на всякий случай добавила, что Кристина, как бы... Я уже и забыла, что я так тебе написала, но явно не со злым умыслом, что из подколка. Нет, я поняла, нет, я поняла, конечно же, что не со злым умыслом. Я знаю, что такое для Кристины написать. Вообще. Ну а получается в конце просто, да, видишь, переэтовала я. Ты перемудрила. Да, перемудрила, значит, видишь. Вот. Но я, короче, да, я там по-своему это все внутри восприняла, но может быть, я вообще в принципе... Просто я ни с кем не советовалась, как мне написали. А когда я не советуюсь ни с кем, вот такие ситуации. Если ты со мной посоветовалась, ты не сказал. Ну, в общем, да, как бы... В общем, я тогда поняла, что в принципе Кристина внутри нет у нее никаких обид, ничего такого, и она в принципе готова к примирению. Почему-то я тогда подумала. Я же говорю, я не тебе писала. Даже если, даже если она не мне писала, а Дэнни как бы... По мальчику. Все равно. Ты даже мальчик такой. Вот. И, конечно, просто, да, я ждала, когда звезды сойдутся, чтобы вот прям взять и позвонить. Уже не писать, там не вокруг да около, а просто позвонить и сказать, ну что, давай мириться. К ногтю. Э, вот. И Кристинка сразу заулыбалась, засмеялась. Нет, я... Мы сначала начали полтора часа выяснять отношения. Нет, я сначала сделала, что ты не узнала. А, сделала вид, то узнала все-таки. Нет, а когда ты только увидела номер, ты не поняла сначала? А я помню. На помощь. Все, значит, знала мой номер, сразу... А такая, алло. Нет, я чувствовала... Я говорю, алло. Она такая, да. Я говорю, не делай вид, что ты меня не узнала. Нет, это, наверное, была ночь... Слушай, это, наверное, была ночь Селены, потому что позапрошлая ночь я проснулась с ощущением Селены почему-то. Ну, не помню, что снилось, но это ощущение, что Селена во сне была. Вот так. А кому-то тоже видишь, если это правда, кому-то что-то такое. Кому-то тоже снялся. Может быть... То есть какая-то ночь Селены была. Может быть, эти дни, слышишь, это... Тогда были магнитные вообще. Ну, ладно, давай дальше, что, 340 вопрос? На самом деле, все вопросы примерно одинаковые. Помирились ли вы? Помирились? Мне кажется, вот на фотографии не видно. Да, немножко там еще остался осадок, да, прям на фото. Не искренний какой-то оскал. Фото какое-то не искреннее. Видно, что там вот куча обиделась. Надменное такое вот. Да. Итак, следующий вопрос. Как прошел ваш первый разговор после того, как долго не общались? Какие были эмоции у обеих? Что испытывали? Плакали? Ты плакала? Я не плакала. Я не плакала. Я переживала. Ну, было пару моментов таких, что я вот-вот заплачу, но надо держаться. надо Марку лицом держать. Мы же сильные. Марку лицом. Лицо Маркой. Марку лицом. Ну, какие эмоции? Давай, мой канал все-таки я расскажу первый раз. Понимаете? Начинается. Нет, ну, давай. Так, как прошел в первый разговор? Ну, как он прошел? Эмоционально. Понятно, что с первых, я думаю, с первых двух фраз. Не знаю, мне как Кристина сказала, теперь узнала. Все, ну, как бы уже разговор пошел в этом ключе. С улыбкой, с готовностью, как бы, как будто давно были готовы к разговору. Мне кажется, так. на эмоции. На самом деле, это было пару дней назад, у меня такое ощущение, что это было вообще уже давно, что мы уже, как будто, это не два дня было, уже как будто бы. Ну, да, даже я думала, что, знаете, бывают после ссоры какие-то такие моменты, типа, такие натяжные, вот, ну, кто может быть там, ну, ссорился. Нет, но я пока вот еще немножечко это, вот, когда в первый день, я же не могу тебя вот так вот подойти обнять. Вот так я стеснялась подойти. Ну, еще полтора общались часами по телефону, это еще мы не выясняли, у кого какие дела за это время произошли, мы только выясняли ситуацию, какие-то моменты, у кого, что, почему, как бы вот все-таки надо было все это решить. Вот, ну, ну, и что испытывали? Радость я испытывала. Чрезмерную. Чрезмерную радость, наконец-таки. Full family. Full family? Полная семья, все на месте. Full house. Full house, полный дом. Да. Девочка одна написала, мне кажется, тут даже хейтера лайк поставили, и огонь. Итак, интересуются зрители, какие изменения в жизни у Кристины? Скучно ответить или не скучно? Сказать, да, никакие, да. Не скучно, ответь. Не скучно? Не скучно. Сразу, я не знаю, какие изменения. О, Селена мне волосы, смотрите, покрасила. Полчаса назад. Даже приоткрываясь, только секретик, только никому не говорите, тут еще лоб окровавленный на сих пор. Должен был быть красный, но я не знаю. Какой цвет, видите, напишите в комментариях. Еще что, не знаю, что сказать. Не знаю, что сказать. Давай, может быть, спросит сейчас кто-то там, да, какие-то вопросы, а там мы в конце уже дополним, если что, да? А то так сложно сразу вот это вот все вывали, все изменения. А что потом снимать мы будем? Так, пишет Валерия, многоточие. Ну и как теперь будете дружить после сказанного до? Вот это вот, да, вот это вот. Кстати, мне написали, да, что мне говор неприятный, но, видимо, где это, особенность края, в котором мы проживаем, области. Так вот, а как теперь общаться? Да, с одной стороны, да, слово не воробей, не выглядит, не вырубишь, не поймаешь. К сожалению, конечно же, есть, и надо контролировать мысли и слова с близкими людьми, но надо как-то забыть это. Я уже почти забыла, мне вселенная напоминала, что, оказывается, я-то думала, что виновата. Она во всем, во всем, во всех грехах. А там, понимаете, просто у меня память отключила. Есть, косичок. Она малая. А у меня память вообще нормальная. Она отключается там, где надо. И включилась, где вот не надо. Вернее, где, где, и все. Нет, ну, и все. Слушайте, но для меня всегда, не знаю, сказанные слова. Да что ж такое, е-мое? А Танюша пишет, Кристина приехала, спрашивает. Татьяна, да. Да, надо будет. Сейчас мы доснимем видео, я ей отвечу. Она может быть в гости к нам приедет. По поводу сказанного. Я не так сильно придаю, на самом деле, вот уже на опыте так думаю, словам значения, я больше придаю то, что я вижу, и то, что я чувствую. На самом деле, для меня не суть важны, какие-то слова, которые были сказаны, потому что, я думаю, даже после этой ситуации, пока мы там каждый со своими там друзьями, близкими, перетирали все это, понятное дело, что у нас каждый был виноват. Ну нет, ну конечно, может быть и моя какая-то где-то вина, да, но в основном Кристина виновата, понимаете, а Кристина наоборот, как бы вообще даже не помнит своей вины. Полностью сильнее. Полностью я виновата, да. И я думаю, что в этот период, за этот год с лишним, мы могли наговорить из горяча побольше того, что мы друг другу наговорили. Но я думаю, что все это мелочи, потому что это... Ну это хорошо, что ты так думаешь и забываешь, потому что я на самом деле, у меня такой есть прикол, даже если кто-то виноват, я со временем начинаю заниматься самоедством, искать свои, даже если бы там ты была виновата, на самом деле, я потом начинаю думать, ну, короче, особенно из-за этой ситуации я, конечно, себя винила, честно сказать, там, вот за вот... За что, если я во всем виновата? Нет, ну, блин. Ты же думала, я во всем виновата? Нет, ну ты виновата там по-другому причина, а... Вот. Иди, я тебя поцелую, а ты эмоции иди смотри, ладно? Короче говоря, да, все слова... заходите. Хорошо. Хорошо, хорошо, ай. Короче говоря, слова словами, но я думаю, мы только... Желательно забыть бы все это, я не знаю. Мы так долго дружим, что мне кажется, мы уже друг друга настолько знаем, как облупленные... Настолько наговорили уже? Нет, какие-то сказанные слова, но для меня особого, честно говоря, значения не имеют, потому что я знаю, как на самом деле обстоят дела, ну, чувства. Это хорошо, это хорошо. Есть более высокое, чем слова, это внутреннее, да, чувство. Да, да, да. Мне хочется почему-то у тебя на канале, я не знаю почему, всегда хочется кривляться и говорить не серьезно, вот мне очень стыдно. Я у мамы на канале на своем тоже хочу все время кривляться. Не знаю, вот у себя я такая, знаешь, сразу такая, серьезно, тайные слова. У меня же стыдно, получается, что чужой канал ты, получается, не уважаешь, да, или как? А мне кажется, расслабляешься, потому что я тебя вижу как раз-таки такой. Вот я вот у Синэдна, вот прям, вот мне хочется сразу веселиться. Веселимся, у нас полусерьезное видео. В общем, не столь важно, на самом деле, все эти моменты, потому что эти моменты эмоциональные, и часто бывают люди, читают, как оно есть. Да, кстати, особенно если они выпили. Тем более, если они выпили. Там второй человек вселяется, и третий. Ксения задает вопрос, а вы будете, как и прежде, общаться, или только для совместного видео? А ты ответ сначала, потом. Ну, конечно, после всего сказанного, только для совместного видео. Я вот хотела, вот именно так же я хотела ответить. Исключительно. Вот сейчас, видите, мы здесь не веселимся, траля-ля-ля. Камера выключится, я скажу. Домой, по снегу. До свидания, спасибо. В следующий раз это созвонить, ну-ка, спишемся в календаре, отметимся, когда будет следующее совместное видео. Маску не забудь только взять веселую, да? Да, это как бы по-другому никак. Дарья Николаева пишет, удалось ли вам решить вашу проблему, которая послужила поводом для ссоры. Да. Я объясню, почему. Собственно, время прошло, проспали, протрезвели. Ну и что, волосы за расческой. Конечно, решилась проблема, все. Да, мы решили ее, да. Если бы мы не решили, наверное, что-то по-другому было бы. Вопрос. Скучали друг по другу? Я весь год порвалась позвонить. Я по дыне больше скучала. По дыне? Он маленький такой, растет, сейчас с ним так интересно. Знаете, с Селены это уже не так интересно. Слезь такая интересная. Не, ну подумаешь, волосы мне покрасила, посушила, подумаешь, накормила, Господи, подумаешь, чаем. что касается меня, ну я вообще человек, честно говоря, такой черствый, холодный, как бы, ну если так, со стороны, да, то есть, как-то вот так вот, ей некогда было, тем более она переселялась, я так и подумала. что в грусти такой тоски, но я частенько, конечно, вспоминала Кристину, потому что Кристина человек особенный в моей жизни, естественно, занимала, особенная луна, да, занимала особое место в моем сердце и занимает. Вот, поэтому, конечно, конечно, и не только одна я, мне кажется, больше даже скучали все вокруг за ней, потому что мне все время говорили, помирись с Кристиной, а вот Кристина, а вот жалко Кристины, конечно, не, Кристина, конечно, вот такой меня окружал вокруг, вот, но я человек такой, немного, знаете, внутри ежик, да, то есть, если мне говорят, надо, 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 у меня как будто распорки такие, подождите, я сама решу. Мне говорили позвонить, но, зная Селену, зная, что она сама все решит, вот, охотно, поэтому я не могла нарушить ее ауру, дала время мне, да? Да. Что вас подвигло записать совместное видео после вашей шуары? Извините, можно я честно скажу? Давай. Бабло нарубить. Ручи, ладно, а вообще ручи, не шучу. Слушайте, на самом деле для меня, ну, как бы, очевидно и понятно, что мы будем продолжать с Кристиной снимать видео. Мама, что, зайка? Я удалюсь. Иди поцелуй, а как ты так удалился? Ну, давай аккуратнее, там, не махай голову. Не махай голову. Все, иди. Да он машет вот так вот, играется, удаляется. Вот, и, ну, мне хотелось как-то интересно войти, то есть, мы сначала в Инстаграм, я думала как бы сторис сначала аккуратно, там интригу, потом, естественно, фото, ваши вопросы и, соответственно, в Ютуб. Кто-то на меня в Инстаграме не подписан, хотя надо бы, потому что там все узнают первыми. Вот, и, как бы, я подумала, как? Думаю, отлично начать с совместного видео, именно вопросов на ответы, правильно? Ответов на вопросы, потому что их будет много на протяжении всего времени. И хорошо, чтобы мы с самого начала вот сняли такое видео и... А никак ни в чем не бывало. Вообще, я предлагала Селене, давай просто, ну зачем, что, зачем вот это вот? Ну вот, Селена решила, что она Вселенная. Так, пишет девушка, а Таня? А Таня? А Таня? Мы с Таней знакомы, я знакома с Таней. И я. А что, а что Таня? У нас же... Нет, я поняла, но она, Селена больше с ней не общаться не будет. Все? Нет у Тани? Или так, или так, подожди. Все? Варианты какие? Тут ревность, тут надо выбирать. Нет, но если серьезно, на самом деле, как бы, у нас же здесь не, не, как это, не муж, жена, там, да, как бы, измены, и так далее. Нет, да? Я что-то не то сказала? Вот. У нас дружба, и нас много, и мы все общаемся. У нас много, мы за руки обычно держимся. Держимся. Все кто у нас. Теперь у нас и Таня, и Кристина, как в старые добрые времена. Люси и Ильи еще. Да. Люси и Илью, с Люсей мы не ссорились, по-моему, ни разу. А вы при чем здесь? Ну, я к тому, что был период, что я была с Кристиной без Тани, потом был период, что я была с Таней без Кристины, а теперь у нас и Кристина, а как же Таня? А у нас теперь и Кристина, и Таня. Это новый виток. Нет, ну не новый. У нас был такой период. Там, да. Ничего страшного. Все нормально. Так, из-за чего вы не общались, почему решили возобновить общение? Ну, Кристина не высказывалась, да, нигде на своих каналах. Это я там частенько там высказывалась, там пару видосов сняла, их в итоге удалила. Ну, потому что я такая... Потому что я там, да, эмоционально тоже, может, что-то думаю, что может и есть что-то неприятное, что я могла сказать. Я такая, не в бровь так, а... Ну, я умею, короче. Вот, поэтому я решила их удалить. Думаю, нафиг отгреху подальше эти видео. Почему они не общались? Ну, вот потому что был у нас конфликт там, да, я думала все, что дело в этом конфликте конкретно. В принципе, все мои догадки, они подтвердились. Как бы я не удивлена особо сильно ничему. Я думала, да, что я была груба немного с Кристиной, где-то, может, перегибала палку, невнимательно. Хотя Кристина говорит, в основном все было нормально. Но вот последние годы полгода. Вот, полгода. А говорит, последний был невыносим. Вот. И я, говорит, уже терпела тебя из последних сил, блин. Ну и Кристин, не правда говорю? Правда, но это же так щепетильно, так тонко. Не, я нормально. Я знаю, что я могу быть немножко такая. Вот. И я как бы сказала Кристине, потому что мы долго общаемся. Я же знаю тебя как пушистого человека, пушистую белую кошку. А вдруг я начала ершиться что-то, да? А вдруг ты побрила свою шерсть? Кристина подумала, что какой-то тайный заговор там внутри против нее. Хотя на самом деле... Против таких, как я вообще, в принципе, в принципе, да? Хотя на самом деле, естественно, ничего такого не было, да? И просто, ну не знаю, какие-то могли быть фразы. Кристина очень ранимый, чувствительный человек. Ее могут обижать какие-то... А тебя нету, значит, она со всего сообщения я не мошенница заполнила. Вот даже какую-то мелочь, блин... Нет. Меня могут задевать, конечно же, мелкие вещи, да. Но я обычно сразу реагирую. Вот касаемо этой смс-ки как бы, я отреагировала тем, что я не ответила. А я думала, ты дыбы какая. Какая. Ты дыбы какая. Видишь, реакция у нас сразу. Вот. Такая прочитала, посоветовалась со всеми, и такие все сказали, фу, ел. Не, не. Вот посоветовала, ни с кем не советовала, я сама. Ну, я думаю, ты в шоке такая, написала тут. Я сама. Осмелилась, как ты могла, как осмелилась, чай-лядь. Нет. Ой, уже неудобно сидеть, да? Нет, я к тому, что... О чем я говорила, я уже забыла. За ранимой, что ты говоришь, Кристина ранимая. Я говорю, что я тебя тоже писала, и ты увидишь, тебя вот что-то... Получится этот микрофон, видишь, уже мигает красным. Вот это я не люблю в микрофонах, с этими. Надо будет поменять батарейки сейчас, если что. Он может, кстати, уже не записывать. Да, сейчас поменяю батарейку. Короче, да, вот наше отличие в чем? От чего могут быть еще тоже именно такие конфликты конкретные? Тем, что если меня кто-то что-то заденет, короче, я такой человек могу сразу шипы выставить и ответить. А Крис нет. Крис не отвечает сразу. Она может очень долго в себе копить это все дело. Не копить, блин. Я пытаюсь это пережить, просто в себе подавить все. в итоге копить получится. Вообще, я сразу думаю, может быть, неправильно, что мне неприятно. Я еще долго думаю, ситуация в сторону меня плохая была или мне кажется. Может быть, это неправильно, что мне не понравилось. Может быть, это что-то я придумала себе, понимаешь? Короче, вот этим она занимается полгода. Вот полгода, вот сколько. А потом, я думаю, может быть, человек, если так сказал, два варианта. То ли специально так сказал, то ли она все равно поймет, что она неправильно там... А она не понимает все и думаешь, блин, вот задолбала полгода мучений. Ну, короче говоря, в общем, да, я Крисе не сказала, что да, я могу быть неправа, конечно, я могу что-то высказать, это без задней, вообще нет никаких задних мыслей, у меня ничего никогда плохого, что я... Ну, я вообще не такой человек, что я что-то про кого-то плохо думаю и что-то делаю и с задней мыслью. У меня, мне кажется, отсутствует задний замысел какой-то. Вот, поэтому об этом можешь не думать даже. И, естественно, если я что-то делаю, что-то не нравится, я Кристине говорю, учимся реагировать сразу, ничего не думаем. Ты сказала, не сразу, хотя бы на следующий день. Хотя бы на следующий день можно, да. Шипи, шипани, но надо учиться, мне кажется, отстаивать границу. А я уже, нет, я уже все, ты сказала, если что, говорю, мне неприятно. Все, все, что это, вот там, ты говоришь, там, я говорю, можно вот это, ты говоришь, нет, нельзя, я говорю, мне неприятно. Я же, мне неприятно. Да, сразу говоришь, мне, а почему, мне неприятно. Я хочу. Я хочу, да. Хочу поесть, все, что у тебя там лежит. Без проблем. Ну, ты говоришь, нельзя, а я говорю, а я хочу, мне неприятно. Ну, да короче ну вот его из-за вот таких вот короче маленького накопления и там вот каких-то но и плюс память начала подводить на печь эмоционально на фоне все это было на фоне вот вот этого всего до накопленного так бы если бы этого не было этого бы не случилось в принципе просто громко поговорили иногда выход должен быть это ретроград в меркурии был вот вот из-за чего ретроград зашел в меркурия и вот случилось как вспышка на солнце да и просто на самом деле можно было бы на следующий день там созвониться да и как то решить но почему ты никто не решила но я просто говорю да я что же когда тебя на тебя давишь я знаю эту ситуацию то еще я поняла что ты вообще считал что я виновата и тебя поменялось мировоззрение у тебя было под одним постом написано волшебство вокруг думаю может быть вот так вот видите она в это волшебство не входит вот она думает а я пишу и думаю ой кристина увидит сразу все поймет что это о ней понимаете вот ну в общем вот такие вот недопонимания случаются тем более знаю что селева селена селена в принципе лев даже когда вот куда-то там инициативу проявляла всегда проявляет погулять увидеться я еще долго ну не знаю на них она давай давай там всегда вот подталкивает и в принципе всегда делает первый шаг а здесь я поняла что я и до этого уже предполагала еще и она такая щедро думаю ну все сошлось все сошлось чуть она не позвонила не стала на колени значит не значит ей не надо не хочет извиняться на колени становиться ползать прости прости почему ты так вот вот так вот она так не сделала это вот и ты смотри на самом деле мне кажется когда дружба долгая как бы да тем более такая тесная как у нас мне кажется иногда и на пользу перерывы какие-то такие да перед только событий всяких произошло зато вот и я вот целый день у меня же голова закружилась мне кажется загрузилась и лена будет хорошо спать истории только рассказала селена он переселилась а сразу пришла уже во все готово а то мне писали а то бы ремонт а они писали помоги уже в конце концов селени сделать ремонт доделать она мучиться там все готово пришла уже все покрасить так лина до сих пор не знает где и как мы познакомились мы познакомились в пеленках ползали по одному коридору вообще знакомы наши мамы они жили в одном доме в одном подъезде на одном этаже до квартиры друг напротив друга вот и у нас выпускали в коридор по боксу такой насти как лестничная площадка не делать конечно на рачку у тебя сейчас такой коридор еще длиннее нет квадратом можно тоже пол нет у нас такой коридор сейчас не выпускают раньше той двери у нас открытые часто были сейчас другой опасно так что мы были знакомы где-то там еще где-то к пока нас еще не было нас уже наши родители познакомили так планируешь знакомить кристину и таню они давно знакомы уже остались знакома лет 16 наверное да даже 16 лет мы с ней знакомы ну примерно как мы с 19 нет я с 19 она же был период что мы тоже там как-то это учились разных местах жили в разных городах какое-то время не общались да они давно знакомы селена не думаешь что у танец криз теперь будет ревность друг другу и какие-то обиды за внимание к одной из них и не внимание к другой а давайте отвечу так как бы ну как бы я могу ответить как есть но отвечу отвечу так что если вдруг будут какие-то недопонимания в этом смысле с какой-либо стороны мы это все я надеюсь решим потому что люди мы какие правильно взрослые разумные вообще работать с собой надо даже если но это тебя конечно спросили даже если ревность это же неправильное чувство злость ревность зависть у людей периодически меня допустим я честно скажу там появлялась может и сейчас там в чем-то но я стараюсь с собой работать и давить вот эти чувства они же хорошему не доводят как бы надо жить с людьми мы одно целое мы состоим из атомов и на самом деле какой законы физики все это есть тут даже уже это не волшебство это реальная физика да то есть что ты пожелаешь человеку тебе реально все это вернется поэтому я и кревность злости с этим нужно работать и изгонять из себя этих злых духов мне вообще кажется чем дружба хороша именно дружба да мужчина женщина это отдельная там дружба но вот между мужчинами и между там женщины женщина тем что это не отношение как мужчина и женщина где ты там хранишь верность не ходишь ни на кого не смотришь какие-то ревности все по-разному это понятно но вот я например очень ценю дружбу тем что нас может быть много не обязательно иметь одного там друга вот и все это не может ни с кем общаться должны внутренне но опять же так интуитивно у меня есть свои какие-то как с кем ты там пошла в кино с таней или таня у меня не позвали что в кино вы почему меня не позвали но мне кажется это на самом деле вообще ерунда фигня не знают не знаю вот он я я не помню чтобы у меня с кем-то с девочкой вот я не знаю как сейчас будет и надеюсь все будет нормально но никогда не было такого чтобы кто-то кому-то что-то подобное предъявлял мне кажется это некрасиво в первую очередь не красит тебя и говорит о тебе как о каком-то слабым маленьком человеке который думает ну что ну и радуйся твой друг у него есть друзья ему есть с кем сходить он прекрасно проводит время и это круто я единственная вот у меня в жизни были под ситуацией но я немножко может быть не в ту степь но если допустим вот таня есть и я то есть я считаю что мы не должны сильно снюхиваться станей а должна быть субординация это немножко не то но то да то есть мы не мы будем дружить но на фоне тебя как бы то есть нет может быть вот я к тому что если мы с тобой допустим поссорились да ну к примеру да что я бы допустим стане и в данной ситуации не поддерживала бы отношения дальше да ну ты говоришь все вместе мы будем все вместе дружить но допустим между мной это не все равно будет там некоторая субординация допустим вселенную мы обсуждать не будем потому что я считаю что таня как бы я с одной стороны таня с другой вот и мы не должны перегибнуть ну поняли в общем я считаю вот так правильно у меня просто когда-то была ситуация что мои две подруги которые по обе стороны снюхались уже потом меня начали бросать передавать на это все детство вернее она там начало вторая нет а вот одна начала вот это мне было неприятно что мы по бокам подружки я рада была что мы вместе гуляем но вдруг тут как бы вот ну вот это вот допустим да взгляд одного человека вот с моей стороны честно вот если бы кристина станет ну как бы дружили бы крепко я бы на самом деле ну как бы было бы не против я считаю что есть даже я просто скажу да что есть просто другой момент да что очень редко когда вот например я да и у меня подруга кристина у меня подруга лена одна вторая мне подруга любовь меня подруга таня как бы вот я да и это мои подруги мы в какой-то момент с ними познакомились и дружим по каким-то причинам потому что у нас есть какая-то связь есть какие-то общие, да, там, вот, интересы, да. Не факт, что они могут вообще кто-то нравиться друг другу, кто-то может нравиться, кто-то не нравится, ну, то есть, да, они могут общаться, но редко когда, допустим, мои друзья прям между собой так же задружат, как я отдельно. Потому что из субординации я, ну, как тебе сказать, я считаю, это не совсем правильно, если мы общаемся, мы дружим, почему? Я Лену поздравлялась с днем рождения. Подожди, а если такое случится? Вот представь, встречай, вот знакомлю я. Например, например, вот знакомлю я тебя там с Люсей, к примеру, да. Я с ней знакома. Ну да, ну нет, я к примеру говорю, вы как будто не знакомы, вы знакомы, да. Ну, представь, я вас знакомлю, короче, и вы так общаетесь, у вас завязывается такая крепкая дружба, прям вам нравится вместе. Неожиданно, да, ну вы вот так через меня познакомились, и вам прям кайф с друг другом. И в кино сходить, и поболтать, посидеть, и выпить вместе там, да. Ну, вдруг. Ну, не знаю, это то же самое, что поссориться с девочкой и дружить с ее парнем. Нет, мы не ссоримся, к примеру. Ну, это нормально, что мы будем ходить, но я имею в виду... А потом, ну, если вдруг кто-то где-то поссорился, ну почему можно... Да, я перестану с тем человеком общаться, потому что, чтобы того человека не подставлять. То есть, я, допустим, с тобой поссорилась, я бы начала Люсе дергать, или Таню, и рассказывать всю ситуацию со своей стороны, что она должна в этот момент делать. Вот та же Таня, если я буду со своей стороны выливать это все. Она не может... Она твоя подруга, она должна тебя поддерживать, а не меня она должна поддерживать. Подожди, ты ситуацию видишь еще с того, что все равно, как бы... Ну, я так считаю, это правильно. Нет, потому что ты до сих пор, как, ну, в этой ситуации, если ты, например, дружишь, ты все равно считаешь подругой первоначально, допустим, меня, да? Да. Но представь, что Люсе стала тебе такой же подругой, как и я. Можешь представить такое? Вот равноценно. Так же ценно, она тебе так же интересна, так же ты ее любишь, и так же дорожишь, и хочешь дружить с ней, и она так же с тобой хочет. Тогда в этой ситуации можно не переставать общаться. Можно дружить тогда. Просто если есть, мне кажется, внутри... У меня, слава богу, не было просто таких, как говорим... Я сейчас надо чувствовать, наверное, но я себя сама, как бы, ограждают. Вот тут у меня пока не было, чтобы я с парнем подруги там замутила, или еще что-то. У меня внутренние какие-то заторы, можно сказать, я вообще даже не пытаюсь представить себя, ну, там. И так же, мне кажется, с подругами, почему, допустим, вот если с Еленой перестала общаться, я перестала, по большому счету, общаться, ну, не то, что даже не писать, не поздравлять, там, не родственников, не потому, что они мне неприятны, потому что, ну, мне кажется, там, на тот момент все вскипело, там, у Селены меня ненавидят, и вдруг тут я с ее родственниками общаюсь. Мне, ну, мне бы было неприятно, я так скажу. Ну, если бы, там, Селена ходит в кино, там, с моей сестрой, блин, ну, как бы, а я с ней, а я с тобой, там, ненавидим друг друга, поссорились, а она с сестрой с моей фотографируется и радуется нормально, да? Короче, Крис сама утилизировалась и исчезла с радаров всех, чтобы ее не обсуждали, чтобы лишний раз мне о ней не говорили, чтобы они не думали сказать, не сказать, и, короче... Все вместе, да, зачем? Компрометировать все друг друга. Ну, как бы, у всех свои табу внутренние, у меня так, я рада, что, я же говорю, в принципе, такой ситуации не было, чтобы я кого-то дерг, ну, ты говоришь, вот, если бы, там, мы сильно с кем-то сдружились в кино, ходили, да, и вдруг тут на фоне этой ситуации, там, ну, не было такого, слава богу, не знаю, как бы, я, допустим, вела себя, я бы, там, с Люсей снюхалась, мы, ну, там, да, мы начали ходить, ну, это старая такая дурная, да, поняла, сленговая, сразу видно, в каком году я родилась, да, вот. И, короче, вот так вот, да, и не с парнями, слава богу, у меня, не знаю, у меня внутренне, я даже не рассматриваю, я вот рада у меня этого, как сказать, не рассматривая вообще, это у меня какое-то заслонка, никак мне не должен понравиться, то есть это вообще, и также и подруги, ну, не знаю, вот так вот, вот так вот. Вот, вот таких вот два разным взгляда, у меня не знаю, у меня не знаю. Я считаю, сильно и не надо к себе, вот, пусть, в общем, сейчас, да, я Таню, но, опять же, это должно пройти время, чтобы мы прям так хорошо сдружились, вот, все-таки, я считаю, время тоже делать свои дела, и здесь уже нельзя расставаться, наверное, то есть, ну, то есть, если мы сколько уже, ну, я не буду говорить, сколько нам лет, я не стесняюсь вообще этого, ну, вот, да, на фоне сейчас с Таней тоже уже 16 лет, тоже уже цифра такая, да, и, допустим, я с ней вот сколько не общалась, потому что, мы говорили, причина, нет, вот это не надо. Ты говорила, что вы не общались? Вы говорили? Кто, с кем не общались? Таней, что вы не общались, вы общались? Да, мы тоже видео снимали один. Да? Вот Селена перестала с Таней общаться, но я-то Таню знала, и просто, как бы, я посчитала, что не потому, что мне Таня неприятно, а потому что, ну, как это будет выглядеть, я понимаю, что там Селени на тот момент было немножко неприятно, там, да, ситуация, я тут буду с Таней ходить в кино, как бы, ну, мне бы было неприятно в тот момент на Селененном месте, я считаю, что правильно, что мы тоже перестали с Таней общаться, я с ней не ссорилась, никакого зла не держала, я не держу, как бы, к ней хорошо отношусь в некоторые моменты, и Селени говорила, мне кажется, она мудрый человек, мудрая сова, что-то там... Ой, умудренная Танюшка наша, умудрённая кошка. Я вообще смешная такая. Вот, и поэтому вот так вот, то есть, я считаю, так, да. Понятно. Хотите? Да, делитесь своим мнением в комментариях, будет очень интересно поразлагольствовать на эту тему, кто любит поразлагольствовать в комментариях, гологольствуйте. Так, следующее. Да, ещё, всё равно, это такая интересная тема, всё-таки, хоть и, да, такого нету, как парень с девушкой, но мне кажется, если ты себе выбрал одного человека, вот как-то так, наверное, ну, по крайней мере, у меня такого не было, что я с одним человеком заобщалась и сменила его потом на его подругу, на её подругу. Мне кажется, немножко неприятно, не знаю. А у некоторых это ярко выраженная, пусть это ревность, да, наверное, называется, у некоторых прям, да, ярко выраженная такая ревность, кто куда пошёл, к ногтю там, кому с кем общаться. Я не до такой степени, если что-то появляется, а у меня тоже появлялась. И у Танюшки, кстати, вот 16 лет назад, когда, когда Селена меня тогда привела в компанию, хотя, блин, я её знаю с детства, а Танюшка такая сначала на меня косовато посмотрела, ну, приревновала. Да, я же не помню. Я помню, что она приревновала, как бы, и такая она. Потом нормально всё, начали общаться, вот она даже же ко мне приезжала, мы с ней даже по магазинам ходили, вот, она меня даже там ещё с другой девочкой уже познакомила, позаботилась, чтобы я на территории я же уехала, короче, чтобы я дружила там с девочкой. Ну, и, в общем, всё нормально потом, устаканилось. Но, да, всё-таки это ревность есть и между подружками, это очевидно, понятно, но надо в той или иной степени, и мне кажется, не с возрастом, да и вообще, вот это показывать, наверное, прежде всего показывать некрасивую. Ну, да, не культивировать этот момент, потому что он и присутствует, но как бы он не имеет места. Работать с этим. Не актуально, да, это всё дело. Так, кто-то пишет, а в смысле вы вместе? Расскажи историю примирения тогда или это ради просмотров? Ну, и что, ответ очевиден? Мы уже, во-первых, отвечали, во-вторых, я так и поняла, что Селена ради просмотров. Всё это на замуте. И мне тогда писала, Кристина, думаю, просмотры хочется. Хочет, да. Просмотры упали. А мне вообще писали, без Селены ты никто, и, как бы, хоть Селена тебе помогала, под хвост тебе давала, а ты вообще зачахла и всё такое. Ну, то есть я редко... Всё ради этого. Всё ради, вот, только бизнеса, деньги, просмотров, хайпы. Не кашляйте. Ну, сейчас пришла у неё куча косметики, а вот, представляете, а у меня нету столько косметики. Сейчас буду денется. Я завидую, ревную, скажу, давай мне, куда мне написать, чтобы я купила или что-то. Или просто отдай. Или отдай просто. У неё столько всего, что я просто возьму, она не заменит. А кто-то пишет, что, похоже, это будет самое просматриваемое видео года. Ну, мы надеемся. Ради этого и снимаем. С следующего года, да? С следующего года. Следующий год наш. Не, ну, мы в этом... А, ну, с следующего года, да. Нет, ну... Следующего века. Он не успеет ещё много просмотров в этом году набрать. Следующий вопрос. А Танюша ревновать не будет за ваше примирение? Ведь сейчас с Крис ты будешь проводить больше времени. Это надо у Танюши спросить. Танюша, напиши. Подождите. А с чего вы решили, что я с Кристиной буду проводить больше времени? А что? Я одинаково буду стараться проводить времени со всеми. Ну, вообще, у меня нет такого, знаете, вот распределения времени. Мне кажется, это естественный какой-то момент происходит. Танюша ближе вообще живёт. Танюша ближе живёт, во-первых, да. Ей быстрее до меня добраться, если уж надо. Я человек безотказный. Да, Таня приедет, загроет дверь и всё. Загроет дверь и всё, никого не отпустит. Это, как бы, я думаю, что всё будет нормально. Здесь я постараюсь никого не обделять. Смотри. Чтобы никто не чувствовал. А ты скажешь, я уже наговорилась сегодня, всё, мой лимит разговорной речи, разговорный ватсап. Поэтому позвоню Тане. Да. Многие просто рады, не хотят задавать никаких вопросов. Просто на релаксе. А что тут задавать? Что тут задавать, да? Следующий вопрос пишет Геннадьев. Мужчина пишет. Зачем вам общаться, если ты говорила, что тебе всё равно, что без неё нормально? Вот было влияние. Вот эти полгода, видите, не просто так. Значит, всё. Слушайте, на самом деле, просто, я не знаю, я частенько говорю такие вещи, что замечаю кому-то из моих близких, да, может быть, это неприятно. Но честно, вот, ну как бы, блин, с одной стороны, ну блин, я такой человек. Я уже начинаю себя называть немного, да, холодным, холоднокровным где-то, может это со стороны как-то звучать. Но я не человек переживания такое, знаете, у меня нет внутреннего страдания какого-то. Ты не только говоришь, ты очень даже сентиментальная. Нет, я сентиментальная, какие-то моменты могу. Так это ты уже не холодная. Но если, ну да, если вот так, я просто утрирую, да, чтобы типа отстали все. Ну, наверное, я холодная, чёрствая. Ну нет, просто у меня какое-то, может быть, понимание внутри, я не вижу смысла. Вот сложились обстоятельства какие-то, да, например, очень часто люди, когда расстаются со своими парнями, да, страдают, пытаются вернуть. У меня было всё это. Я это так перемалываю внутри, для того, чтобы здесь и сейчас не страдать. Зачем? Сложились условия, так, да, есть определённые причины. Всё сложилось, значит, так к лучшему. То есть у меня нет момента такого внутреннего какого-то там вот это вот самоедство, переживания, а что, а как. Ну вот как-то отсутствует. Вот так научилась, отключилась и всё. Поэтому, если спросить меня, как ты себя чувствуешь, я практически никогда не страдаю в моменте. Особенно, когда, особенно почему-то, когда вот расстаюсь с людьми. Я не знаю, почему это. Моя любимая тоже как-то на это не очень хорошо реагирует, странно как-то, да. Ему неприятно слушать подобные моменты. Да, но вот я такой человек, который, мне кажется, по этим поводам страдать не будет. Я очень люблю, я очень люблю Кристину, я очень люблю всех своих девочек, которые есть там, да. И в моменте я счастлива, что они у меня есть, я кайфую от того, что они у меня есть, что мы можем встречаться, общаться и так далее. Но если обстоятельства складывают так, что по каким-то причинам мы не можем общаться, вот я из тех людей, которые убиваться не будет. Я считаю, что так все должны. Я с удовольствием научу, вот. Кому хочется, я научу, вот. Как я думаю, что у меня в голове происходит. Нет, просто ещё на самом деле, да я тоже так думаю, что у тебя вообще ещё процесс, ты переселялась, там, видео. Мне кажется, у тебя время просто даже не было. Ну, и тем более времени ещё не было. Я вообще занятой человеком. Это же обычно, когда, знаешь, я отлучусь, пойду попу вытру ребёнку. Просто иногда это может касаться, знаете, вот, ну, я примерно представляю, как это может выглядеть. Типа, ну, раз она там не скучает, не переживает и никак не думает, ей нормально и хорошо, то есть мы там перестали общаться, ей нормально и хорошо, она улыбается, она счастлива. Это может включаться какие-то эгоистические, да, моменты, но человек может думать о том, что, ну, значит, это и не дружба была, ну, значит, и не любила. Вот я не согласна, я не согласна. Это просто человек умеет переключаться. Я могу любить, кайфовать вот в данный момент, и всё, супер. Но я не хочу страдать. Я не вижу в этом смысла, я не вижу в этом пользы, я не хочу. Я научилась переключаться так, чтобы это было по-настоящему. Ты переключаешься и думаешь о других вещах. И очень круто, когда тебе есть чем заняться, естественно. Может быть, если бы нечем было заняться, может быть, я бы что-то гоняла, какие-то мысли. Вот. Ну, ты не обижаешься на такие? Я обиделась ещё. Ну, ты не обижаешься? Ну, ты же не обижаешься. Я обиделась и поехала, мне неприятно всё. Ш-ш-ш-ш. Договорились. Ладно, завтра поговорим. Завтра поговорим. Так, вот. Ну, как бы, да. То есть, мы не общались, мне было нормально, в принципе. Поняла? Ну, только тебе никому ремонт было делать, да? Да, только никому ремонт было делать. Я вспоминала, но если бы была сейчас криз, блин, она бы помогла мне. Линолеум поддержать. А то я одна, ты видела вообще это видео? Да, видела. Ты там как постелитель линолеум. Да, сама. Ты мне не помогала. Вот в этот момент, я думаю, как было бы клёво. Теперь штрафануть можно, да. Я шучу, конечно. Ну, короче, вот. Я не шучу. А сейчас мы вместе и сейчас ЗБС. Да замечательно, что ремонт доделал. А Крис рада, что я ремонт доделал. Это же хорошо, что мне было нормально, понимаете? Я бы всё сделала сама. А было бы не нормально, я бы позвонила бы. На одном дыхании. Я бы позвонила бы. Хоть пару выпустила, хоть пару выпустила сама всё. А то б я позвонила, ощутила, как она сама. Приехала бы, помогала бы мне вот эта грязюха, вся вот эта фигня. Ого. А ещё задолбанная какая была, нервная, прикинь. Меня мой любимый змея называл. Розовая, помню. Розовая змея, да. Так что, может, это специально был такой расклад, чтобы уберечь себя с более эмоциональных движух. Так. Больше не будете ругаться, обижаться друг на друга? Ну, не знаю. Я вот не люблю на такие темы наперёд и загадывать. Я считаю, что... Ну, как будет, так будет. Потому что, если сейчас сказать, что нет, знаешь... А потом скажешь, ой, шлёпала. Что у тебя, и тебя с какого? Любим научил. Шлёпала? Шлёпала. А, типа ты шлёпала? Ну, типа... Или шлёпала языком? Типа обманула. А, она шлёпала. Шлёпала. Ой, шлёпала. Вот это не сказала, не будем ссориться, обижаться. Сама обиделась. Шлёпала. Вот так. Поняла? Ну, вот словечко ловить. Шлёпала. Короче, мы не хотим быть шлёпалами. Вот я лучше... Да, я вот мнительная. Я не хочу вообще об этом. А ещё скажет, скажет, да нет. И вот сегодня же обидится. Сейчас прямо... Я уже, видишь, покуснила. Уже обиделась, вот. Что мне нормально было. Должно было быть плохо. Ну, а плакала каждый день. Плакать должно было. Сделила линолем и плакала. Красиво стилей. И плакала, да. Так. Как мама Селена отнеслась к вашему совместному видео? Не дописала в комментариях ранее. Вы прекрасно выглядите на этом фото. Фото. Привет из Одессы. Вам тоже привет. Ну, моя мама, естественно, что мы помирились. Она узнала раньше, чем выйдет это видео. Вот. И первое, что она сказала, пусть Кристинка приезжает в гости. Поболтаем. Да. Мы с тетей Светой, кстати, мне кажется, больше находили вообще язык, чем с Селиной. Селина когда уходила, я же шукалась. Вот, кстати, да, вот это такая-такая, я не с кем, за спиной я сама. Селину вечно обосру. Тетя Света. А, ты? А знаешь, у мамы Чоли тетя Света, да? Да. Или знаешь, у тетя Чоли. Ай, тетя Чоли. Может ли существовать дружба после пауз такого рода? Ведь, насколько помню, из одних ваших видео или эфиров, роль человека сыграна в вашей жизни. Закон... Спектакль окончен, да? Ты вот так вот говорила. Закончена. Подожди. Ты вот так вот. Я не помню, что я говорила. Так, подожди. Надо пересмотреть видео. Сожалеть не о чем. Это и есть, и была дружба. Всему есть начало и конец. Как Кристина пережила этот нелегкий год для всех? Карантин, все такое рода. Какие планы на... Ой, столько вопросов сразу. Это отдельное видео. Какие планы на проведение Нового года? Может, теперь оно будет совместным? Как мама Селена отнеслась к вашему... Давай по порядку. Да. Давайте сначала, типа, может ли существовать дружба после таких пауз? Ой, кошка моя, кошка. Типа, я там говорила, да, там спектакль окончен, дружба сыграна. Такими высокими словами ты прям заговорила. Я умею очень, я знаю высокие слова. Попарные продажи. Но на тот момент, может быть, если я что-то подобное ляпнула, да, ну как ляпнула, я же не ляпаю, я всегда говорю, я всегда по делу говорю. Если я что-то типа того сказала, да, то на тот момент я так и думала, откуда же я знала, что мы померимся. Вы понимаете, как общаться? Нет, оно как бы и было, может быть, что да, мы померимся, но в момент, когда вот в моменте происходит, ты думаешь, все, ну у меня часто такое бывает, то есть я, когда расстаюсь с людьми, у меня не так, что я такая расстаюсь, знаете, я такая думаю, ах, померимся через два дня. Это я как бы не рассталась. А если, это я просто, ну как бы не рассталась. Я не рассталась. Спектакль окончен, вот. Но потом проходит время, и как бы уловишься на мысли, что думаешь, да, можно спектакль, вторую серию, второй сезон как бы открыть. Вот, и да вроде и еще, и как бы, да и нет у меня никакого зла внутри, и да все мне понятно, и ясно, картина какая-то вот. И вокруг все такие, помирись с Кристиной, помирись с Кристиной. Все ее любят. Ну не все, многие радовались, что наконец-таки ты ушла от тебя. Ну, был один человечек. Откуда? Оттуда своего канала, да. Я же чаще снималась, тоже многие же там не... А, по поводу канала, нет, я бы другое имела в виду. Ну ладно, короче. О хорошем, да. Ну и как ты пережила этот карантин без меня? В кровати. В кровати дома тоже, никуда не ездила, да, в карантин? В принципе, выходила вот с собакой погулять. Можно же только с собакой гулять. Ну да, хорошо, что у тебя была собака, да? Да. А, какие планы на проведение Нового года? Ну, Кристина, нет, я как бы, я за. Ты дома, да? Приходите все, да. Мы с мамой как всегда дома, да. У нас сейчас места много, приходите все. Я еще не знаю, скорее всего, но у меня же тоже там мама дома. Я знаю, да, и поэтому как-то... Как бы у меня же тоже там одинокие люди. Одиноких два старых человека. Кристина тоже отмечает дома всегда. Ой, ну дома с родителями, да, а потом уже какие-то... Ну, и даже как-то сил нету. Ну, не, потом можно, нет там, в гости, да, естественно, как бы... Возраст уже такой, мы к 12 спать уже, да? К 10. К 10, да, будильничек поставить, салют посмотреть. А так вообще-то и думаешь, нафиг он салют нужен, потом посмотрим по телеку в Ютубе. Спокойно. Какие выводы вы сделали, пройдя через длительную ссору? Какие ты выводы сделала? Деня услышал, я такой загудел. Вообще выводы сделала? Да. Какие? Что если что-то не нравится, нужно говорить, что мне неприятно и шшшш. И шипеть. Шип кидать. И дум. А, и... Или же... Вот видишь, вот как вот... Ну и в принципе, мне кажется, и всё. И не говорить. Кош, не говорить, вот правильно, не говорить. Молчать. А как это, вот шипеть и молчать? Молча шипеть. Да. Да нет, на самом деле, я же говорю, мне кажется, весь конфликт-то и был из-за того, что накопилось накопилось то что ты просто держала в себе какие-то мелочи на самом деле я пыталась проработать хотя на самом деле там прорабатывать нечего было на самом деле то что вкладывалось в это оно совсем не то вкладывалось я даже это не заметила она мне на что-то говорит а я не помню думаю ну может так а мне просто кажется что если человек говорит то он же думает я по определенным день рождения отмечала поэтому я могла забыть это пригубила за здоровье венца между прочим соборе уложения соборе уложения вот блин забыла какого года первый собор уложи ой ладно посмотрите в интернете собор уложения там вот по которому судили раньше людей алкогольное состояние это было смягчающим обстоятельством преступления сейчас уже переделали а раньше мужик мог мог пить неделю целую это он болел хорошо что убрали это не смягчающее сегодня мы живем в таком мире что почему-то государство решил сделать это оттягчающего оттягчающего даже еще хуже оттягчающего встретить поняла статья уголовного кодекса поняла как все серьезно а вы виделись после ссоры или может общались периодически для вас было ожидаемым что вы помирились помиритесь мы не в кино а я в кино вечером ты же вечером не ходишь на у тебя малыш в принципе да мы и логически хожу ночами ночью будешь до после 12 горизонт а малыш с мамой когда раз в неделю один раз в две недели позволял просто после 12 билеты дешевле я хожу на дорогие на дороге я еще последний раз в вип-зал только ходил мне прям кайф вяжь мир же это жалко жалко а я же думаю гуляй душа но это не для того чтобы мы не пересеклись это чисто вот цели были просто шикануть кайфануть почувствовать себя лакшери тёлой так лады было ожидаем чтобы помирить я первые там первое время думала что селения одиноко без меня поэтому она опустилась все тяжкие папа дружилась там кое-то с кем думаю вообще потекла я точно так же думаю я думаю кристина без меня заебается березка ну ладно да пусть она чуть-чуть это вот он поджимствует к станюшка я же думаю ну все вообще потекла нет я не против что это она просто я помню переживания внутренней души населенная а когда увидела что таня мне попалось видео там что-то пять лет спустя я предположила что это татьяна а вот а потом когда я подтвердились мои сомнения увидела что им хорошо я уверена была что мы уже не будем общаться это уже точно и и вот в тот момент я вообще конкретно чего там этот момент уже ожидаемым наше примирение не было да вот когда тогда думаю ну все как бы ты помирилась со старой то есть не то что там знакомые какие-то ты воссоединилась с старой любовью вот и всего с татьяной ты мечтал да я думаю что она тебя называет они любовь моя старая старая любовь в смысле любовь старая у меня наоборот как только мы перестали общаться для меня казалось что ну все скорее всего ну как бы неожидаемо и даже ну не было нет и все все мы поссорились и вот сознательное такое время возраст и думаю наверное все а потом когда проходило время потихоньку я оставала я это понимаю я знаю что кристина за человек в принципе я предполагаю все что у нее может быть в голове я-то и узнаю вообще как она переживает и это вот насколько я не знаю и мне кажется я видела ясно картину что происходит поэтому ну вот и я-то думала что ты там страдаешь так же я думал кристина без меня там грусти да и 3 месяца канал очень загибается канала в кровати то хоть селена говорит быстро снимай видео а тут мне никто не говорит я сижу и романы начала читать романы в фикс прайсе купила книжки романы когда увидела что она видео выпускает думаю блин вот молодец а я думала это же сколько ты уже сгинешь это же сколько сил надо же оказывается тут еще а это еще муж хотел судиться со мной нет написано вообще только непонятно по какому поводу это уже не знаю я такая думала что делили мы канал твой может быть может быть я подумала может это настолько ты меня ненавидишь может быть ты меня настолько ненавидишь что вот решили со мной судиться представляете за название но обычно подожди когда ну изначально скромно поэтому ты поменяла думаю что они стали чтобы судить я не знаю кто-нибудь задаст вопрос или нет ты поменяешь обратно название скромняшку крест не знаю что делать между я же не скромняшка ты не скромняшка вот недавно с мамой разговаривали и я что-то маме говорю а мама говорит но она же скромняшка как раз миюсь вот так это раз скромняшка ты скромняшка понимаешь мне кажется вот как я с тобой тогда разговаривала вообще его взгляд и вот это переименовал его обратно напишите девчонки вернуть скромняшку или пусть остается у тебя сейчас как дольче крис велигана ты спроси на самом деле у зрителей может они честно даже будет выглядеть как слабость если спрошу и вообще со мной никто не будет общаться слабых не любят людей каких надо быть сильным суровым и понимать что ты хочешь иди к своей цели короче напишите кому название канала скромняшка крис и сейчас у кого-то вся переименовала его в дольче крис что означает сладкая крис сладкая крис но я не спорю она сладкая не сейчас соленая у тебя очень жарко я уже не могу уже два дачу я короче за то чтобы она вернула название канала вот это и не выпендривала мне галят и не строила себе дольче но мне галят уже горит крия горит галят 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 знакомо переживала очень часто просмотры но я сама виновата я редко выкладываю мне то по разным причинам то нет настроения то все равно мне еще есть основная деятельность а галят мне говорит я поняла почему у тебя просмотры упали потому что надо вернуть название я говорю да меня селена ненавидит это она придумала название изначально я сейчас вернусь как будто бы я хочу с ней поменять и уже кто-то пишет что они с улица скорее всего из-за этого названия потому что обычно подожди а вот когда вот дают название узнаешь там тимати кристина си он же они же забирают знаешь вот если вот раскрутим поняла да я отдаю тебе в обратно даю на все услышание права на название канала скромняшка криз потому что это и да это принадлежит название канала ей я же монтировал я же снимала вот я тут вообще не причем вообще не быть вообще не при дела вот мы сидим с тобой а потом когда время прошло у нас будет вечное какое-то видео короче потом когда время прошло поглядываю мне тут батарейку тоже сейчас короче когда время чуть прошло я уже ну как будто все до расслабилась там чуть-чуть остываю как бы да и понимаю что да ну я уже поняла то что мы помиримся но только мне нужно найти условия должны сойтись меня должны ёкнуть вот я человек эмоция и на самом деле как мы помирились почему я позвонила не просто так думаю ну вот позвоню нет меня ёкнула мне торкнула я еду мне бьется сердце ты просто вспомнил что крестная длине что не может крестный нет вот ты думаешь да все там причина дэнни нет это для меня это все знают что ты ты сама знаю что для меня это не для меня меня заставляли вообще на новый год я говорю а я не знаю где она живет не буду я не пойду искать улитый мороз еще выставить меня короче говоря меня что шторкнула и я прям остановилась посреди дороги там где можно припарковаться нет но она скорее где-то где-то в середине тела да и как интуиция бьет как знаете когда красная кнопка говорит звони вот час звони звони я так еще думаю я думаю блин она прям наверно как будто сидит такая и вот все так располагает чтобы я должна позвонить я позвонил что и все-таки это дружба г.п. века г.п. чё значит г.п. века гражданское право г.п. гимна говорила поверила года а вдруг это что-то плохое означает или нет г.п. века но поцелуйся дружба г.п. ладно господи помилуй расшифруйте пожалуйста так еще один философский вопрос женская дружба существует а между мужчиной и женщиной я считаю что существует между мужчиной и женщиной это редко за редким исключением я считаю там должны быть определенные обоснованные причины у меня была но мы сейчас там парень встречается с девушкой и не общаемся мы не ссорились как бы мы поддерживаем а что это за дружба такая вот он начал встречаться с девушкой вы не общаетесь а что нам но она может ревновать подожди у меня вот с группы есть заур мы до сих пор поддерживаем то есть теперь раз в год раз два там если кому-то что-то надо вот канал когда у меня забанили я ему давай звонить говорю чё делать говорю он меня поддерживал в телефонном режиме я его с днем рождения всегда поздравляю нет нет посидим раз в год сейчас уже чек женился вообще то есть мы же не должны прям вот как с тобой вот там сутки проводить там немножко по-другому субординация короче я считаю что бывает дружба и такая и такая она утонченная между мужчиной и женщиной да между женщиной ночью сами не знаете что ли у вас дружбы нет тоже должны быть нужно работать над этим как вы теперь общаетесь как никак я вот не разговариваю да я ценю про все уши про кто-то спрашивает а крис сделает селену крестность своего ребенка дайте него родить я не знаю буддистов нет уже да девочки я же не будет я же не христианка мне кстати а крестная должна быть христианкой почему я взяла крестную крестину потому что я знаю там как она по вот этим именно вещам да как она к этому относится и вот с этой точки ну как мне было важно но плюс вообще крестинная как бы это такой родной человек вот мне хотелось кого-то родного сделать просто моя тогда еще часто была селена ее животик трогала не дома как так вот это повлияло все крися сделала губы они мне не ломались что вы чувствовали когда вы не общались так нам задают вопрос такой очень приятно что мы помирились радата тогда вопрос такой если возникает желание написать спросить как жизнь у подруги с которой не общались около восьми лет по моей инициативы но присутствует страх показаться глупой типа чё ты пишешь зачем как быть посоветуете вот мне вот просто даже хочется спросить но если была ваша инициатива не общаться 8 лет то зачем пишите ну как бы тут не глупо я бы не подумал о том что глупо не глупо но интересно было бы зачем пишете спустя 8 лет хочется соскучилась лишь на тот момент а может быть так думала а потом все остыло и не это понятно что я бы выслушала мне кажется что просто надо взять и написать но если более 8 лет прошло на самом деле девочки вот так я считаю если хочется если внутри есть какой-то порыв тем более это не безразличный какой-то человек почему не написать напишите во всяком случае вам станет легче потому что на самом деле держать вот эти какие-то обиды внутри недопонимание недосказанность лучше сделать сделать и потом сожалеть то есть написать хотя бы привет как дела померимся там будем общаться что-то такое с шуткой может быть да можно сказать даже просто там вот блин столько не общались я хочу общаться я хочу я хочу поговорить как минимум высказаться просто чтобы не было каких-то не обязательно там дружить а вот чтобы просто не было этого недопонимания да и тем более если это ваша была инициатива может вы хотите высказаться почему да чтобы человек как бы а и что этой злобы может уже и нету да потому что на самом деле у этого человека тоже может быть камень какой-то висит на душе будете ли вы дальше снимать ну как видите может даже втроем возможно как дэни отреагировал на крис после долгой разлуки мне кажется немножечко стеснялся но я его уже сейчас носила мы с ним немножечко бесились но он кексик пел сейчас можно будет его поносить ну как бы не боится меня подходит так вот общается разговаривает я ему открывала там эту штучку как-то я вот такая на руки взяла ему понравилось переверну мыра короче покушал ну короче вроде как ничего он от нас не отходит сидит не да но подарки кристинке на это сувениры я хотела вообще доску доску из значит прожигание такое кристина подумала что он очень вырос и ему можно уже сжигать да выпиливать потом я стою такая засмеялась думаю да нет думаю он думал конечно выжигать потом спрошу все-таки у селены все-таки мальчишка еще малой да и селена сказала ты хочешь все все руки прижжет выжигание ну пришлось просто машинки такие вот он на самом деле уже такой у него возраст да как бы тогда он еще был чуть-чуть да и тихонько ему что-то не нравится поэтому шипит он был такой вот тогда еще поменьше и как-то ну как бы более такой знаете ласковый еще такой подходил что-то а сейчас вообще сам по себе со своими игрушками и бывает я даже подхожу и говорю заринка там у меня сейчас батарейка сядет просто я вот смотрю девочки сюда прям на батарейку чтобы вовремя заменить сейчас его короче вот уже это все тяжелее подтянуть на поцелуйки а так нормально отреагировал и я думаю что у них еще все впереди это вот девочка хотя не выставляла пост ну чтобы задавали вопросы селена выставила этого достаточно но вопрос почти похож но тем не менее или на лина 785 блин красотки я рада за вас спасибо как так видео когда вот оно да видео вселенная а мой вопрос расскажите свое состояние когда вы прекратили общение в общем то мы уже отвечали на какие-то вопросы но конечно эмоциональные вспышки вообще уже в таком возрасте вот это вот лишь не надо вот избегать такие ситуации вот каково это каково это лучше нет ну в общем уже до отвечали предыдущих все что сделано это сделано время прошло главное все стало на свои места и татьяна зато появилась но стало больше а то может и не появилась бы если бы мы с кристиной не перестали общаться что не делся только она увидела что вселенная грустная одинокая пришла на помощь и вот ну и все возможно это снова дружба или просто коллаба ответ очевиден интересно вот такая такие бывают ситуации что люди не дружат и при этом снимают видео такого плана мне даже интересно даже не представляю вообще в принципе мне кажется нереально даже мне тоже кажется нереально да даже ради денег ты же все равно начинаешь общаться с человеком даже совсем понимаю бывает да ну ладно бывает всякая даже знаешь так будет ли одержать субординацию с криз относиться впредь уважительней к ней криз заслуживает только лучшего отношения ну конечно заслуживает лучше 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 конечно я буду стараться быть внимательней к чувствам моей трогательной трогательный зоопарк роте не помогала ну вот она мне написала что ты считаешь себя хорошей подругой вопросова и если да то почему раньше я не помирилась с тобой когда ты приезжала в новую квартиру тебе нужна была помощь что-то наш написала как мне нужна была помощь вот честно идите я лолью ну когда меня иногда думают что мне да не нужна мне была помощь мне все помогали кто было рядом со мной я никогда не обращалась у меня есть еще подруги я никому не обращалась мне сама по приколу было Как-то что-то меня несчастное какое-то видят. Когда ты сама красила, мыла, моталась по магазинам, жила без ванны, и туалета. Ты грязная была? Почему не позвонила? Нет, где была побыча. Почему не позвонила тебе твоя подружинца? Я! И не помогла. Где была эта святоша? Крыса! Когда тебя хейтили, поливали грязью, когда обвинялись, что ты украла ее канал. Ты, кстати, когда писали, что я украла у тебя канал, у тебя были мыслишки, что я могла это сделать? Ну, маленький, я же не знаю, что. Серьезно? Нет, ну, блин, нет. В смысле, я даже когда говорила, мне там говорили, скажи. Ну, я же когда сняла, ты можешь послушать. Да не украла. Нет, на тебя я же даже снимала. Мне даже мои друзья сказали, что, скорее всего, это проверяли, потому что маленький канал, я говорю, нахрен он нам нужен, но просто там денег нет. Нету на этом канале денег. А мне просто пояснил мои программисты, говорят, что, скорее всего, кто-то это, отрабатывает, ну, набивают руку, чтобы более крутые каналы потом. Я об этом и говорила. Вот. То есть у тебя была мыслишка, что это могла сделать... Блин, ну, опять, я не знаю, как сказать. Нет, ну, то, что писали, что мне вообще сказали, что это муж твой. Не ты, я ты, муж твой. Почему даже... Муж мой? Да-да-да-да-да, это муж. Почему даже отдаленно не защитила тебя, не выпустила видео про вашу ссору или... Слушайте, на самом деле, ну, мы поссорились. Каждый из нас думал, что виноват другой, да, виноват во всех грехах. Вот. Это один момент. Второй момент. Не надо, ну, как бы, утрировать все эти моменты, что я какая-то бедная, несчастная, мне нужна была помощь, там, и так далее. Я вообще бы не приняла. Я не люблю. Мне не нужно, чтобы со мной мирились или еще, видя меня какой-то несчастный. Я не несчастная, я сама справлюсь. Тебе не говорят. Вот видишь, тоже сейчас, она просто говорит о том, что тебе нужна именно ремонтная помощь была. Я не... Не то, что ты несчастная, а просто по-человечески. Нет, у нас вопрос... У меня тоже был ремонт, а вот у меня тоже лестницу красила, я делала все лето, ей ламинат мы ложили, и что? Я, кстати, к Кристине не приходила, никогда ничего не намывала. Я и не просила. Никогда не мыла из стены, не красила, ничего не ложила. Правильно, да. Как бы она не просила, и я не проявляла ни за чем. Потому что у меня тоже так же есть, вот как ты говоришь, там, родственники, там, мама, там, еще, как бы, зачем? Ну да, если, как бы, вопрос стоит так, что уже некого, да, там, и прям тяжело, конечно, ты обратишься, и кто тебе откажет? Никто, да, но ставить и так вопрос, что... Да, Селена же не обособлена на острове, прямо вот только, ну, как, немножко такой, да, интересная позиция. Но я не тот человек. Мне тоже это писали, ах ты такая, ты, может быть, эта девушка и писала, писала, что вот ей так тяжело с ремонтом. Да. Ну, честно, я тоже подумала в тот момент, но полная дурость, глупость, вот такое, так вот думать. Потому что мне тоже, еще раз говорю, был ремонт, и как бы... Это такие приятные хлопоты, когда у тебя уже недвижимость появляется. Главное, есть стены. Остальное это приятное, ты делаешь и радуешься этому. По поводу того, что я что-то не защитила, когда там украли канал и так далее. Блин, девчонки, ну какая защита, когда ты зол на человека? Он тебя, значит, она думает, что я ее там ненавижу, что я уже давно не хочу с ней дружить, к примеру, да? Да, да, я так и думала. И она такая будет защищать меня и говорить там это. Это бы выглядело так, что я как это однозначно, что у тебя там больше подписчиков просмотров, и значит, как я типа хочу там помириться, чтобы у меня тоже можно так подумать, что я не просто там хочу дружить, тем более я думала, что Селена не хочет со мной дружить и видит определенным образом. А я такая тут подлизываюсь, чтобы просто, ну как я так, допустим, тоже думала, чтобы из-за канала, да? Вот так тоже могли подумать как бы. Ну, короче, это на самом деле... Если бы я такое видео сняла, во-первых, у меня тоже еще эмоции, ну, в каком плане, даже вот я там, да, мы вдвоем виноваты были в произошедшем, но как бы, если бы я так начала делать, там ответное видео, я, во-первых, что за ответное видео? У каждого там, я вот как читала комментарии, да, какие-то удаляла, которые сильно тебя оскорбляли, у меня нет оскорбительных в отношении Селены комментариев. Я сорвалась на некоторые, ответила, вообще даже не отвечала. Некоторые блокировала, некоторые удаляла, потому что я не хочу разводить грязь у себя под видео. Единственное, еще ответила, что что-то будем друг другу снимать вот эти вот видео, какие-то послания, ну, детский сад, да, надо будет поговорить, мы поговорили, и поговорим, и поговорили, и все. Поэтому идти на поводу, вот это как... Мне кажется, грязи и так много по телевизору, в Ютубе, ну, в частности, в интернете. Зачем? Ну, не знаю, мне кажется, надо вообще людям с собой работать, убирать вот это вот, знаешь, желание посмотреть склоки, вот эти, знаешь. Поэтому хорошего я ничего не могла сказать, потому что я ничего не знаю, по большому счету. Ну, купила квартиру, я говорила, Силь, ты за ипотеку говорила? Что у тебя ипотека? Я Селене давно говорила, что я не против ипотеки, я первую свою квартиру мы брали в ипотеку, потому что никогда не собираешь этой суммы, ну, не знаю, по крайней мере, я не умею собирать. Я рекомендовала, когда она, я увидела видео, там, одно, что получается, ты несколько видео, ты снимала, и поэтому увидела, что чемоданы перевозили, как бы думаю, ну, вот, хорошо, молодец, то есть достигла, что хотела, ну, как хотя, там тоже некоторые, у тебя же непростая ипотека была, у тебя же там тоже, там, со справками с этими, ну, это у всех, поэтому, в принципе, и все. Какими справками? Ну, для банка, там, доход, там, по твоим документам, ну, вот, я имею в виду, что у меня, допустим, сейчас непростая ситуация, с кредитами, в общем, ладно, все хорошо, поэтому, как бы отвечать там, моя дорогая, я думаю, что она меня ненавидит, а я сейчас такая тут расцветая, ну, зачем, взрослые люди, думаю, она семья, у Селены семья, новая квартира, свои заботы, что вот это вот? Кристина тоже держала лицо, то есть, на самом деле, да, ну, меня хейтили, Кристина у меня тоже, ну, конечно, меня хейтили, уже Кристину как-то вот любят, но, понятно, Да, нет, мне у меня тоже, я писаю, очень радовались, что мы расстались, что вот я не нужна, мне писали еще и приселение, что, как ты, гадости, вот такие, да, писали? Их лещи еще были, да, крыса, сама она крыса, а вообще крыса очень умное животное, вот, и, а что это, пугачевая дочка, крыська, крыська, а у меня, видишь, меня хейтили, что я плохая, что я там над тобой издеваюсь, а ты достойна лучшего, я плохая подруга. ну, такое, разное писали, я просто, я жирю, я разное удаляла, что я не хочу, там тоже разжить, поэтому, где-то отвечала, на эмоциях было, что я кому-то отвечала, но потом пожалела, ну, именно там, вот опять же, вот это монтирую, сама видео, сама снимаю, монтирую, но это, поэтому, что тут, я хотела быстрее, чтобы оно все улеглось, честно сказать, вот, на фоне этого, я думала, побыстрее, чтобы вообще, вот это, забылось о конфликт, вообще, вот это все, каждый сам по себе, и все, чтобы, я не люблю просто склотни, споры, не знаю, я вот прям переживаю, нервничаю, ну, то есть, вот так вот, я конфликты не люблю, в принципе, никакого характера, поэтому, что-то ответ, как бы, все, как бы, все работает, все, когда не отреагировала, да, 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 сейчас, ну, что, мои хорошие, все, мы с вами для вас сняли, мы с вами, с вами с нами сняли для вас видео совместное, наконец-таки, ответили на все ваши вопросы, я надеюсь, что вы удовлетворены и из этого видео все поняли, все вынесли, вот, ну, все, теперь продолжаем, да, мы продолжаем все, как прежде, да, спасибо, Кристина, что она была в нашем видео, что она была такая открытая, и ничего не утаивала, и не сказала, блин, да я не буду снимать видео, там, давай потом, я хотела, папа, 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 шутить, папа, папа, а если она не позволяет, вот, все, у нас батарейки садятся, мы с вами прощаемся, любим вас, следите за нами, подписывайтесь на канал Кристины, он теперь, мы его сейчас восстановим, реанимируем, он там немножко хромает, Кристинка забросила, да, у меня нет, у меня сегодня вдохновения, я не могу снимать, а была и вот зима началась, я вот все, сил нету и работаю, главный идейный вдохновитель, вернулся, энергия, энергия, вот, мы все, все реанимируем, восстановим, Кристина начнет снова экспериментировать, и, в общем-то, подписывайтесь на Кристину, канал ее, ссылочка под видео, неизвестно, как он называется, правда, ни один, ни второй, я где-то летаю, напишите, что думаете по поводу названия, что Кристина делает, или ну его нафиг, а то опять судиться начнут, при следующей ссоре, вот, и, короче, мы вас любим, целуем, спасибо, что были с нами, пока-пока, люблю, целую, пока-пока-пока, буду тебе помогать, ладно, теперь доделывать, ремонт, мне осталось принудить, с вами приклеить, поможешь? Ну, ладно, ты сама будешь? Ладно, я сама буду. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok